Добро пожаловать в мою студию. За три года масштабировались три раза. Пробивая стены. Только через меня все и проходит. Вы перемирили здесь все? Да. 70% покупателей мужских трусов это женщины. Очень большой был запрос на большую грудь. Нам, Дмитрий, этого не понятно. Их называют белоручки. Она стреляет. Мы не транслируем. Наше белье секси. Наше белье удобное. Я начиналась с 12 тысяч долларов. Упало все в два раза. Скажем так, ошибочка в 9 тысяч евро и опыт. Все расцветает. Девушки идут. Всем привет! Это спецвыпуск рабочей группы совместного проекта про бизнес и альфа-банков. Как и обещали, в новом сезоне мы отправляемся к героям прошлых выпусков, чтобы посмотреть, как изменился их бизнес и как они реализовали те советы, которые давали менторы рабочей группы. В прошлый раз мы ездили в мастерскую по ремонту обуви Skycross и разговаривали с ее владельцем Алексеем Калинчуком. Посмотреть ролик можно здесь. Сегодня мы приехали в гости к очаровательной владельце бренда нижнего белья LaFlace Карине Удиной. Сейчас мы находимся в самом сердце бренда. Это шоу-рум, где можно померить и приобрести комплекты нижнего белья. Карина согласилась провести нам экскурсию и рассказать, как устроен процесс. Добро пожаловать в мою студию волшебную. И, наверное, вы заметили, что сразу мы здесь развиваемся. Эту фишку я привезла из Таиланда. Там есть традиция ради уважения и чистоты, и оставления всех проблем где-то там, где обувь. Я это попробовала на себе, мне понравилось. Я привезла сюда, сразу люди скептически относились. Сейчас все кайфуют то, что можно полностью расслабиться, оставить все вещи и чувствовать себя как дома. Три года назад я открыла студию, и у нас был только этот зал. Через год я сняла еще одно помещение. Видите, мы пробили здесь стену, сделали еще один зал. И недавно мы пробили еще одну стену и открыли третий зал. За три года масштабировались в три раза. Больше снимать пока уже здесь нечего. Пробивая стены. Да, пробивая стены в прямом смысле. Карин, тогда проведите нам небольшую экскурсию. С удовольствием. Сейчас мы находимся в азиатском зале. Я открыла его в конце 2020 года. Дизайн всегда мы сами продумываем. У нас нет никаких дизайнеров интерьеров. Единственное, что находим, каких-то художников. Этот ковер я искала по всей Беларуси. Я очень люблю драконов и все, что связано с такой буддийской, тибетской символикой. Наиболее ходовые позиции, вот та самая категория. Это комплект Кэрри. Он у нас имеет уникальную разработку. Мы сами очень долго его придумали, конструировали. И он просто идеалит весь в посадке, как на попе, так и на груди. Его можно использовать как купальник. Он быстро сохнет, как топ, не просвечивается. Поэтому одна из самых популярных моделей. И еще очень любят у нас модель классическая. Это у нас называется токи из японской коллекции. Но они есть в разных цветах. Вот здесь только что был желтый уже, нет. Оранжевые, например. Просто в других расцветках. Но модель всегда одна. Она просто отработанная, удобная. У нее хорошая конструкция. На рабочей группе вам задавал вопрос. Насколько вот подобные вещи, они удобные в эксплуатации, ежедневные? Это очень удобно, потому что женщины в течение месяца, они все время меняются в объемах. У нас есть такая, ну, каждая женщина будет на 2-3 килограмма меняться. И иногда очень полезно растянуть. Я иногда в конце рабочего дня думаю, мне все надоело, вся затекла. Я хоп, растянула регуляцию, и все, у тебя тело дышит. Чувствуешь себя сразу очень облегченно. Вы сами тестируете свои новые модели? Да, только через меня все и проходит. То есть, я тестирую долго. То есть, вы перемерили здесь все? Да. Перемерила все, кроме больших размеров. Недавно у нас был момент. Уже мы отшили коллекцию. Я тестировала комплект 2 месяца. Я смотрю, а у него облазит бархат. И что делать? У нас запуск. Мы делали большую скидку. 50%, я так и сказала. Этот комплект... Он одноразовый? Нет, он не одноразовый. Его можно носить, он прослужит вам лето или больше, но его не нужно носить каждый день и ни в коем случае стирать в машинке. Они были согласны на это, его там за несколько дней разобрали всю эту партию. Все-таки, что с точки зрения доставки девушкам, которые не готовы приехать на Немигу в Минск? Да, у нас есть разные способы доставки. Могут девушки приехать. К ним может наша сотрудница приехать с бельем и на месте совершить примерку. Есть такая услуга. Есть курьерская просто. Есть дек. Есть почта. В любую дочку мира отправляем. Также мы еще практикуем выезды. Это как гастроли по городам. Вот сейчас у нас был тур по четырем городам. Значит, арендовываем как поп-арт. Клиентки приходят, примеряют белье. Кто-то даже может не брать, но он уже знает, что у него кэри, там размер C. И когда пройдет время, она решится на покупку, она уже может онлайн смело заказать. Получается, у вас точка контакта, это в основном инстаграм или еще что-то есть? У нас есть инстаграм, у нас есть сайт, офлайн магазин. И да, вот иногда туры, когда мы тоже по городам ездим. Это больше имиджевая история или она действительно имеет... И прибыльная еще. И прибыльная, да? Мы заранее девушкам предлагаем приобрести сертификаты. Они приходят и просто его обналичивают, уже выбирая белье. А вот в структуре офлайн, онлайн какая доля какого канала занимает? Офлайн больше. Больше все-таки офлайн, да? Немножко, да. Все-таки девушки любят сюда приходить. И может быть имеет смысл думать о открытии еще студий каких-то, да? Но пока еще наблюдаем. То есть вы растете в ассортименте в количестве, в единицах? В том числе, да, добавляем новые какие-то товары. Вот сейчас у меня там перчаточки добавятся, чтобы летом ручки не обгорали или осенью. Новые чокеры, что у нас еще, корсеты появятся. Да, добавляем. Ведь женщин сходит много. Почему бы у нее сразу не предлагать еще какие-то товары помимо белья? Карин, я слышал, что у вас появилось что-то для мужчин. Появились трусики, которым шуточно назовем лавелас. Потому что, кто не знает английского, все время наш бренд называет лавелас. Покажите, где? Пойдемте, я покажу лавелас. Вот это мужская модель лавелас. Но интересный факт, что большинство приобретало эту модель даже девушки. Просто ходить по дому в мужском белье, это тоже удобно. Я тоже иногда тренируюсь в мужских. Это же как шортики. Вот, у них есть две модели с кармашком, ну, с открытой штучкой и закрытой. А, вот кармашек. Да. Какие больше спросом пользуются? Это мы можем пригласить консультанта и задать ей какие-нибудь вопросы. У нас в студии представлены мужские трусы. И на моем опыте 70% покупателей мужских трусов это женщины. Но если и приходят мужчины за мужскими трусами, то их приводят женщины. А вообще мужчины очень любят наше место. Им нравится здесь находиться, потому что здесь атмосферно и комфортно. И, в принципе, все располагает для того, чтобы чувствовать себя не скованно. В самый разгар каких-то акций студия может продать приблизительно до 100 комплектов в день. Сейчас мы находимся на производстве Love Lays, где руками опытных швей создаются уникальные комплекты бренда. Посмотрим, как здесь устроены процессы и работают сотрудники. Карин, расскажите, пожалуйста, о помещении. В данный момент это склад уже с готовой продукцией. Здесь мы сортируем все по размерам, по моделям. И отсюда происходит маркировка. Это уже после того, как белье прошло контроль качества. Маркировка. И отсюда же мы формируем отправку заказов в другие города и страны. Я, кстати, вижу очень интересное сочетание цветов. А что это? Да, это очень трендовое сочетание этого лета. Я проанализировала рынок в Бангкоке. Ходила, смотрела, что делают популярные бренды. И заметила от Zara до люксовых брендов два этих сочетания цвета. И вот попробовала сделать. И уже просто, те, кто чуть-чуть увидел, уже разрывают директ. Очень простая фишка. Это делать сезонные какие-то цвета. Выявлять то, что модно. И стараться делать. Это работает только на сезон. Например, в следующем году, возможно, это уже будет неинтересно. Чуть поподробнее расскажите, как вообще создаются новые коллекции и комплекты. Мы делаем ее, исходя из запросов наших клиентов. Мы провели анализ, что они хотят. Какие они хотят цвета, какие они хотят модели. Очень большой был запрос на большую грудь. И чтобы это должно было быть секси, наконец-то мы попробовали. Попробуем, посмотрим. Я не могу их показать на мне. Но, кстати, самый дорогой в себе стоимость. Мы посчитали уже стоимость, которая должна была выходить. Я попросила ее еще немножко снизить, потому что это слишком было бы дорого. Был бы самый дорогой комплект у меня в бренде. Потому что он технологически очень тяжело шьется на большую грудь. А за счет чего себестоимость формируется? Что самое дорогое? Ну, здесь, если сравнить комплект, например, на маленькую грудь и на большую, здесь нет косточек, здесь мало ткани. Здесь все просто. Если мы берем большое, здесь уже другая застежка, другие регуляции. Посмотрите, какая отделка. Слишком много всяких. Двойная ткань. Вот. Потому что должна быть крепкая конструкция. Нам, Дмитрий, этого не понять. И сколько времени надо на создание новой коллекции? Как часто вы обновляете? Эту коллекцию мы создаем полгода. Сколько единиц? Много. Вот вы видите, здесь отшито. Вот то, что стоит вот здесь внизу, это идет все в новую коллекцию. Сразу запуск делается, и потом мы смотрим, что хорошо идет, и будем параллельно дошивать. Дошивать еще. Давайте тогда чуть поподробнее. Сколько у вас работает швей, как вообще идет процесс отшива и производства? У нас два помещения. Есть на нижнем этаже, и вот этот основной мы здесь снимаем уже, наверное, около пяти помещений. Разбрасываемся. Машин больше, чем швей, потому что не может быть все время задействованы все машины. Нужны определенные операции. Приблизительно в каждом помещении работает от четырех до пяти швей. Иногда там у них выходные, вот, на постоянке. Поэтому около десяти швей. Есть конструктор, есть управляющая, есть технолог, контролер качества, есть люди на складах. Сколько вообще плюс-минус вот людей задействовано в производстве, в контроле качества, вот, с учетом конструкторов? Около пятнадцати людей. Какой вот объем производства, сколько в день комплектов вот эти люди могут отшивать? В день не скажу, но в неделю может быть тысяча единиц, например. Единицу мы считаем и труськи, и лиф. Это может быть, если хорошо, то даже можно добавить стрепы, да? Иногда может быть больше, иногда меньше. Это зависит от сложности комплекта, потому что если взять какие-то легкие комплекты, и опять-таки мы возьмем вот этот самый дорогой, который вам показала, он не только в тканях тяжелый, он сложный и в самом производстве. Время, количество операций. Создать такое производство, это какие деньги? Я начинала четыре года назад с 12 тысяч долларов. Сейчас, конечно, здесь уже гораздо больше вложено, но я начинала с одного помещения. Я сняла его, очень недорого, кстати, и за 12 тысяч долларов я купила и часть материалов, и комплект машин, принесла из дома гладильную доску, утюг, стулья, чтобы посадить швей, и мы начали делать с двумя швейами. Сколько примерно стоит одна швейная машинка? Я думаю, средняя цена будет 2000 долларов. Какие-то могут стоить меньше, какие-то стоить гораздо больше. На создание одного комплекта нужно профессионального, шесть машин. Иногда нужно больше, смотря какие операции. Но я начинала, по-моему, с шести. Сначала сшивается какая-то одна операция, а потом это все перемешивает. Да, например, изначально они будут собирать только окантовку. Собирают окантовку, потом уже Наталья у нас пристраивает это специально. Она сидит, например, у меня швея только на этой операции. У меня много регуляций, вот, и она застраивает регуляцию. Она просто профессионал в этом. Она стреляет четко, метко. Если посадить другого человека, он уже с этой операцией может так не справиться хорошо. Ну, то есть, такая мануфактура для разделения. Они могут сшить полностью кто-то комплект, но просто они делают каждый то, что у кого получается лучше. Карина, а если у вас сейчас мануфактура, можно ли автоматизировать как-то вашу работу? Чтобы не швея руками, пусть высокопрофессионально все отшивала, а, допустим, робот? Робот, станок. Какие-то операции возможно, но мне еще такого оборудования не попадалось. Швеи сейчас очень ценятся, и именно их называют белоручки, которые шьют белье. Это очень узкая и очень тонкая направленность. Человек, который шьет пальто, он не может шить белье. Это супермаленькие операции, очень точные. Поэтому я за своих швеей держусь, они мне работают долго, никуда не собираются уходить. Мне главное им дать понимание, что они здесь могут работать, пока существует эта компания. Вот, потому что такие кадры очень ценны вообще на рынке, их найти сложно. И более того, их научить. Мы тоже создавали что-то, да, я не пришла к профессионалам. Мы учили и вырабатывали какие-то свои техники. Карина, так а как вы искали этих белоручек? Искала долго, несколько лет потратила. Просто в любое свободное окно стучалось, там, не знаю, куфор, онлайнер, какие-то, инстаграм. Шаг за шагом я просто что-то делала, а потом уже клубок сам начал разматываться. Конечно, у меня сейчас в компании есть HR, и все это проходит, но я абсолютно не занимаюсь. Они знают, какие нужны требования. Но мне понадобилось два года, чтобы найти хороших специалистов. Сейчас мы находимся в нашем последнем зале, он еще даже не доработан. Здесь проходит распродажа старой коллекции, чтобы скоро впустить новую. Как часто вы делаете распродажи, и что сейчас со спросом? Распродажи делаем периодически, потому что людям нравятся скидки. Мы заметили, лучше всего у нас генерируют выручки. Это какие-то скидки. И, кстати, из последних исследований 30% было разное. Два комплекта по цене одной, 30 комплектов, несколько стрепов, подарок. 30% скидки давали самые лучшие результаты по всем показателям. Мы сейчас боремся либо полностью убирать скидки, либо сформировать такую ценовую политику, чтобы человек мог себе потом позволить купить и со скидкой, и люди, которые могут себе в любой момент позволить купить без скидки. А как-то на оборачиваемость это влияет, и на общий объем прибыли, когда вы делаете скидки, когда вы пускаете новую коллекцию, одновременно? Нет, нет, новая коллекция сразу, конечно же, не будет несколько месяцев продаваться со скидками. Продаем старое, причем, конечно, лучше всего продавать и делать скидки на то, что товары А-группы, да, это не делать на самое худшее, что хуже идет. Лучше давать скидки на самые популярные комплекты, и их будут брать много, хорошо. И за счет вот этого объема тоже будет и прибыль. И это давало нам, потому что у нас сейчас было сложное время, это первые полгода, давало компании топливо, да, погасить, потому что были уже такой момент, что расходы превышали доходы, компания большая, и поэтому вот эти скидки, они по сути нас вывели из кризиса. Ну и то есть получается, что даже давая 30% на вот категорию А, то есть самый ходовой товар, вы все равно остаетесь ретабельными? Да, если это продается большим количеством, да, остаемся. Вообще, как подбираются ткани, откуда вы их берете? Ткани собираем по всему миру. Для меня очень важно это тактильное ощущение. Все ткани проходят, вот я их люблю приложить, приложить, кличи куда, можно потрогать. Что я должен почувствовать? Они должны быть не жесткие, они должны быть мягкие, чтобы девушка ведь целый день в них будет ходить. Вот, поэтому мне нравится покупать в Европе ткани. С этим сейчас стало сложнее, но это возможно. Всегда возможно все, главное долго стучаться. Карин, я понимаю, что при желании можно найти выход из любой сложной ситуации, но все-таки, вот с учетом сложности с логистикой, где-то запреты на продажу тканей, как вы выходите из этой ситуации? Насколько, может быть, подорожал ли для вас закупки? И как это соотносится с экономикой в компании? Да, безусловно, стало дороже. И когда мы просчитали стоимость новой коллекции, меня даже немного испугало, потому что все комплекты стали стоить больше 200 рублей, и мне это непривычно было. Вот, и мы полтора часа совещались, думали, оговаривали, что мы сделаем. Мы все-таки решили приблизительно такие цены оставить в среднем 200, но периодически будем давать скидки, да, для тех, кому это нужно, но уходить в другой ценовой диапазон. Приблизительно поднялись где-то на 15-20% цены. До этой ситуации вы себя соотносили с каким ценовым диапазоном? У нас в среднем можно было комплект купить за 160-180, было что-то дешевле, что-то дороже. Сейчас, мне кажется, уже у меня в среднем будет 180 где-то. Понятно. И если, может быть, сравнить с какими-то, может быть, известными другими брендами, в цене это вот какой уровень? Ну, это будет дешевле, чем Victoria's Secret чуть-чуть. Чуть-чуть будет дешевле, но качество будет лучше. Но у вас же есть постоянные покупатели, есть новые? Как постоянные покупатели реагируют на изменения цен? Как вы с ними, как мы объясняете это, работаете как? Мы всегда предупреждаем. Если мы делаем какое-то сезонное, вынужденное поднятие цен небольшое, там оно бывает от 5 до 10%, мы предупреждаем, что через месяц у нас будет поднятие цен. Как вы предупреждаем? В Инстаграме даем всегда, об этом напоминаем. Вот они покупают, кто хотел купить подешевле. Но большинство людей действительно это любят, любят экономить, и это нормальная, адекватная черта. Вкусный, интересный, женственный кейс бренд Lovelace. Я бы все-таки очень внимательно прокачал портрет ключевого клиента. Работать по модели франчайзинга. Завести мужскую аудиторию до больших цифр. Я думаю, что какие-то ошибки вы сможете переварить. Через какое-то время тоже приедем в ваш флагманский магазин, посмотрим, что сделано, пусть это будет дополнительной мотивацией. Давайте все-таки обсудим результаты вашей работы. Прошло 8 месяцев со времени эфира. Вы приходили к нам с определенными вопросами. Менторы давали вам советы. И хотелось бы же понять, что получилось, что не получилось, что вообще сделано. Первый вопрос, наиболее актуальный и для меня, как для финансиста, более интересный. Это что с финансовыми показателями? В первую очередь с выручкой. С выручкой. У нас был рекорд в феврале. Да, был рекорд, и мы такие, вау-вау, классно идем. И потом все очень на несколько месяцев упало, все в два раза. И это было просто шок, потому что затраты уже были совершенно другие. И это продлилось несколько месяцев, по чуть-чуть мы начали выбираться. Сейчас снова отличные показатели. Я думаю, этот месяц будет хороший, следующий будет определенно рекордой тоже, потому что новая коллекция, это тоже всегда рекорды. Лето всегда новое дыхание, девушки раскрепощаются, хотят больше приобретать белье. Ну и просто такой романтический период. Моя любимая фраза это кризис, это зона роста. И мы начали пробовать новые места. У меня команда разъехалась, и поэтому часть команды в Польше мы открыли, в Польше компанию. И открыли в Грузии. И потихонечку там работаем, много экспатов, все рады. Потихоньку продаем. Пока только офлайн отсылаем заказы, точки какой-то нет, но работаем. Может начнем где-то с каких-то маркетов, где-то выставляться. Пока не спешим открывать свои офлайн точки, просто нащупываем. Но это тоже приносит деньги. Из офлайн точки открыли в Москве. Это была больше дистрибьюторская схема. Наша одна сотрудница сама решила взять и открыть студию. Она живет в Москве, но немножко не подрассчитала силы. Думала, что может быть это все просто, но бизнес это тяжело. И поэтому сейчас спорный момент, она не хочет этим заниматься. И мы думаем выкупить у нее это место и продолжать самим. Либо все-таки направить всю эту энергию больше там в Грузию и Польшу. Пробовали ли вы выходить на российские маркетплейсы? Да, вот попробовали на Озон выйти. Какое-то время были продажи, потом просто затишье. И мы сейчас хотим найти отдельного человека, кто будет заниматься только Озоном. И изучать, как сделать так, чтобы там были продажи. В Альберис не хочу, мне не нравится процесс, когда нужно куда-то на какой-то склад отправлять белье. На Озоне мне нравится, потому что мы сами отправляем со своего склада белье. Я знаю, что оно хранится у меня. И в Польше выходим на Etsy, в Грузии хотим наоборот, попробовать маркеты. В Грузии же тоже много дизайнеров. У них модно ярмарки, маркеры, ты просто собираетесь. И там тоже очень много экспатов, все только ждут своих. Сразу же вопрос про франшизы. Вы на рабочей группе говорили, что вы против. Но сейчас вы в Грузии, в Польше, в Москве. Может, вы уже пересмотрели свой подход? Пока еще нет. Вот видите, это тоже такая... Почему? Так, посмотрите, потому что многие думают, что я сейчас залечу, и это легко. И никто не понимает реально, сколько нужно в это положить сил. И что это не просто вот я купила франшизу, и ко мне сейчас будут ходить. Все намного дальше. Поэтому уже момент с Москвой меня научил. Хорошо, что это не франшиза, но и то это человек из нашей компании. Она знала, как это оформить. Она многое знала о белье. И все равно у нее сложность. Это не все так просто, как все думают. Лучше мы маленькими шажками будем думать, как мы сами можем открывать эти магазины. Так а все-таки какие планы в Грузии, в Польше? Вы по чуть-чуть показываете, демонстрировать? Дальше что? Работаем с блогерами. Там сформируется своя команда. Это же отдельные рынки. То, что работает здесь, не факт, что работает там. Там даже может быть белье другое понадобится. Пока уже научились хотя бы доставлять это все официально. Было сложно. Никакие брокеры не хотели за это браться. Но этот лед тронулся. Доставили белье. Потихоньку что-то делаем. Мы говорили о том, на рабочей группе, что вам нужен маркетолог. Ага, мы пробовали найти эту девушку. Мы ее нашли. Она не выдержала. Почему не выдержала? Ну, сложно было. Ну, не знаю, наверное. Она поняла, говорит, у вас проблемы не в маркетинге. С маркетингом у вас все хорошо. Она говорит, вам нужен антикризисный менеджер. Она нам посоветовала молодого человека. И мы действительно взяли его в компанию. Сейчас он с нами работает вот уже с января, с начала года. Он из Риги. И это очень сильно нам помогло. Во-первых, это стал первым мужчиной, разбавил нашу женскую такую компанию. И у нас появились какие-то более технологические процессы. IT мы там вот ушли. Вот в принципе то, что появилась Польша, Ламода. У нас появились еженедельные борды, когда мы собираемся либо с топами, либо команда стала больше созвонов. Какие-то другие процессы. Вот этого мужской какой-то логики не хватало. Но результаты вас первоначально не радуют. Они не получились такие, как были заявлены. Мы все чувствуем изменения в компании. И этот рост, он тоже чувствуется. Я знаю, что он будет. Нужно просто подождать несколько месяцев еще. Слушайте, а конкуренты ваши? Вот я сейчас проходил. Тут два магазина нижнего белья женского. Один из них белорусский. Тоже бренд, который тоже сам отшивает. Вы с ними соревнуетесь, вы на них смотрите, они на вас смотрят. Что с конкуренцией происходит? С конкуренцией что происходит? Единственное, что я делаю, это, наверное, иногда исследуем конкурентов. У кого есть магазинчики, у кого какие цены, кто что шьет. Конкуренты, думаю, нас исследуют больше, больше копируют. Это мотивирует нас придумывать другие модели, более сложные. Уходить в технологические процессы, следить за качеством. Сейчас я доросла до такой точки, когда мы создаем ККК, кружок контроля качества. Я это прочитала у японцев и поняла, что нам это не хватает. Что я должна не просто красиво выпускать белье, мне нужно добиться такого качества. В принципе, в компании, в производстве, как они говорят, кайдзин. Постоянный, непрерывный эффект совершенства. Мне это очень нравится и близко. То есть вы изучили подход Toyota? Toyota, да? Да, чуть-чуть. Изучаю. А чем вы лучше, чем Victoria's Secret? Потому что за Victoria's Secret нет человека, какого-то мышления. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что есть бренд Victoria's Secret. За нашим брендом стоит определенный человек, его мышление, оно уже развивается. Это и психотерапия для женского тела, это и помощь бездомным животным. И это не просто сексуальность. Сексуальность это, в первую очередь, белье это комфортное. Это для стиля жизни, для удобства. И уже плюсом ты получаешь сексуальность. Но мы не транслируем это как первое. Наше белье секси. Наше белье удобное, прежде всего. У вас, Карина, я помню, была такая голубая мечта. Это свое некое пространство. Ну, я понимаю, что сейчас, наверное, может быть, говорить об этом бессмысленно. Но, вообще, мечта-то осталась? Мечта, да. Мы не смогли вытянуть это, мы закрыли. Потратили на ремонт где-то 9 тысяч евро. И поняли, что лучше сейчас схлопнуться, чем продолжать платить. Чем, например, не платить команде. Мне команду было вытянуть гораздо сложнее. Плюс там начались недоговоренности с строительными. И это как бы нас научило в следующий раз лучше читать контракты, лучше изучать все условия. Поэтому, скажем так, ошибочка в 9 тысяч евро и опыт. Плюс часть команды уехала. Уже вроде как оно и по-другому все смотрится. И ты сейчас не такие ценности, да. Сейчас уже не хочется замахиваться на недвижимость, что-то строить. Лучше я буду в какие-то технологии, в усовершенствование качества. Звучит все время команда-команда, но вы же олицетворение бренда. Вы та самая движущая сила. Вы уедете, меняется интерес, что будет с брендом. Вы себе смену растите, либо в команде кого-то вы выращиваете. Всех выращиваю. Они все растут, и я же всегда уезжаю. Минимум полгода в Азии, на Бали, в Таиланде. Там я тоже занимаюсь бизнесом. Я сейчас нащупываю моменты производства на Бали. Мне очень нравится, потому что они хорошо делают руками все. И когда я возвращаюсь, я называю это эффект золотовой единорожки. Все расцветает, денежки идут. Легко и приятно. Поэтому возвращаться, безусловно, надо. Если уезжать, просто уехать, собственник уедет и не будет возвращаться, я не думаю, что это будет хорошо для бизнеса. Один из советов менторов был изучить портрет клиента. И вообще понять, кто клиент, чем он занимается, чем он живет. Вы как-то работали с этим? Да, работали. Это интересная тема. Прежде изучили, потом делали анализ, собирали какие-то данные, выгружали. Кто наш клиент, да, стало более понятно. Поэтому уже создавая новую коллекцию, мы представляли клиента или несколько клиентов. Все-таки несколько. Какой-то тип помоложе, какой-то тип уже, например, семейный. Кто-то бизнес занятой. Кто-то работает в офисе. И под этих клиентов мы уже создавали коллекцию. Сколько у вас типов клиентов получилось? Четыре, пять? Ну, можно разбить, конечно, на несколько, но это могут быть парни. Это есть у меня молодые девушки, 18-19 лет. Они тоже есть, но их мало. Больше всего это 30+. Мужчины часто девушкам покупают? Да, часто. Мы, кстати, тогда, я помню, воспользовалась этим советом и стали больше таргетировать сертификаты. Это хорошо, сработало, да. Вот. И они приходят. Я вижу, что мужчины и сами приходят, и за сертификатами приходят с девушками. Всегда могут подождать здесь, расслабиться на диванчике, либо подождать в примерочной. Места хватает. Парни тоже отдельный вид. Будем и уже хочу следующий вид создавать мужского белья для мужчин. Но для этого тоже проведу аналитику, кто какую носит, чтобы создать то, что парням нужно. Какие планы на будущее? Это выйти, наконец-то, в плюс, в хорошее, чтобы наша компания приносила прибыль, сделать финансовую подушку безопасности и, конечно же, все-таки добиться, как мы и хотели выйти, на миллионную прибыль. Это возможно, если мы будем работать вместе с нашими странами ответвлениями. Пока с одной Беларуси сложно представить. У людей доходы падают. И, соответственно, скорее всего, как раз нижнее белье, это может попасть в ту категорию, которую люди будут покупать в меньшей степени. Что вы думаете по этому поводу? Ну, значит, они будут экономить на удовольствии. Не знаю, я бы не экономила на удовольствии. У нас покупают не просто белье, они у нас покупают эмоции. Быть частью этого бренда, этого сообщества, тут куда больше, это не просто белье, это огромная уже комьюнити. Здесь множество фанаток. Раз только об этом говорят в Беларуси, то, может быть, у нас есть шансы, чтобы об этом говорили и в других странах. Карим, спасибо за экскурсию и подробный разбор результатов вашей работы. У вас очень яркий, красивый бизнес, которому мы, конечно же, желаем удачи. Спасибо за приглашение второй раз. Спасибо. Друзья, проект «Рабочая группа» продолжает ездить к своим героям, смотреть, что происходит в их компаниях. Возможно, в следующий раз мы приедем к вам. Поэтому следите за нашим проектом, подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте про бизнес, подписывайтесь на наш канал в Telegram и всем успехов. А самое главное – делайте, потому что каждый из вас способен на большее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова